Приветствую вас. Прочитал вопрос, увидел, что вы поставили лайк моему коллеге, который дал вам ответ. И, вы знаете, я не буду со своим коллегой спорить. Действительно, мнений должно быть много. Вам решать, какое мнение использовать для себя. Я хотел бы сказать так. Не рекомендую, не советую, как вам жить, не советую, как вам организовывать вашу жизнь, заводить любовника, не заводить любовника и так далее. Я хотел бы объяснить, что происходит. Происходит то, что ваш муж, пожив, без вас, один, так сказать, вкусив свободы, теперь понимает, что свобода – это здорово. И эта свобода нравится ему на данный момент больше, чем то, что есть у вас с ним. У вас с ним – это все то, что вы пишете. Дети, школу, бассейн, стирка, уборка, готовка, еще и работа. И мужчина перестал чувствовать себя мужчиной. В данном конкретном, к сожалению, случае, мужчина чувствует, что он только лишь отец, он только муж, причем муж в исключительно, знаете, материальном, в ключе, исключительно в материальном смысле слова. То есть, муж имеется в виду человек, который обеспечивает свою семью. Ну, вот такое у него мнение, что он вас обеспечивает. И давайте мы пока спорить с ним не будем. Мужчина, короче говоря, понял, что без вас, ему не столько лучше, сколько свободен, что ли. И он, понимая, что он куда более свободен без вас, теперь просто-напросто не хочет возвращаться к вам. Потому что у вас это постоянные обязанности, постоянные потребности, постоянные проявления ответственности для него. А он вкусил другой жизни, почувствовал себя молодым, может быть, ну и так далее. И в этой ситуации вы можете либо постараться дать мужчине все то, что он хочет, все то, что ему не хватает. Разгрузить себя, разгрузить свои обязанности. Ну, то есть, вы же по какой-то причине взвалили на себя все вот то, что вы делаете. И это стало вашим обоюдным решением. То есть, вы сами пришли к этому решению, вы на него согласились, на это решение. А теперь, получается, вам что-то не нравится. И я понимаю, я понимаю, что вам не нравится. Я понимаю, что вы ожидали другого. Но простите. Либо вы говорите с мужем о том, что вы не справляетесь. Что вы боитесь, например, за своих детей, которые, там, чересю, без отца. И просто-напросто вынуждаете его приехать к вам обратно. И заботиться здесь, там, где вышиваются. Либо старайтесь перебраться к нему. Но, вообще говоря, я бы рекомендовал посмотреть на проблему немножечко изнутри. Зачем так много всего для детей? Говорите, бассейны. Для чего бассейны? Ну, понятно, стирка, уборка, готовка. Стирка, это автоматизированная. Уборка, ну, уборка, да, уборка, это очень тяжело, безусловно. Но можно здесь приспособить детей к этому. То есть, можно за, например, когда организовать кружок взаимопомощи, чтобы дети вам помогали. И замотивировать их тем, что они таким образом, например, более взрослые или что-то еще. То есть, вам нужно разгрузить себя, чтобы было больше времени на себя. Мужчина не просто так не хочет возвращаться домой. Мужчина перестал видеть в вас, женщину. То есть, ту, что делает его мужчиной. Я понимаю, вы можете сказать, что это он вас там виноват, он на вас все, как бы, бросил. Понимаю. Но здесь задаем вопрос. Хотите ли вы сохранить семью, или хотите сделать так, как сказал вам мой коллега. Вот, определитесь с этим. И, если вы решите сохранять семью, то это одна линия поведения. Она не самая хорошая, она не самая легкая. Но, тем не менее. Либо, если вы захотите действовать так, как сказал вам мой коллега, то это другая линия поведения. А может быть, вы вообще решите, например, развести, скажете мужу, что так больше нельзя и вообще. Решать-то вам. Другое дело, что у меня складывается ощущение, что вы неправильно построили свой образ жизни. Неправильно наладили свой быт. Неверно наладили свой быт. И, вот это, как раз, и является корней проблемой. То, что вы устаете. Соответственно, нужно себя разгрузить, подумать, как это сделать, какие средства можно использовать для этого. И, тогда вам будет проще понять, чего вы хотите, проще наладить отношения с мужем, ну или прийти к каким-то из них, прийти к каким-то выводам, например. Тут уже решать вам. Для начала, это неправильная организация вашей деятельности. Неправильная организация вашего труда. И, соответственно, основная задача, это приведение вашего образа жизни более или менее приемлемой. И, чтобы у вас было время на себя, чтобы мужчина видел, что вы любите себя, что вы женственны, что вы привлекательны, что вы, там, сексуальны, например, и так далее. И, естественно, если он приходит и видит, что вы загнанная, то и откуда возьмется симпатия у него к вам. Ну, то, что делитесь, конечно, гораздо хуже. Но это еще зависит от восприятия мужчины. То есть, если он, например, ну, некоторые мужчины детей воспринимают только в конфликте матери. То есть, вот, если с матерью отношения хорошие, то и с детьми все хорошо. А если с матерью отношения плохие, ну, то и с детьми все плохо. То есть, здесь тоже нужно вот эту тонкость учитывать. Так, всегда есть от вас. И если вы готовы бороться за сохранение своей семьи, то понимание того, почему мужчина выбрал то, что он выбрал, поможет вам подкорректировать свою модель поведения и осознать, что вот то, как вы живете сейчас, это неправильно. Вы живете, получается, для детей. Вы перестали жить для себя. Дети, тем более, если они школьники, это уже вполне самостоятельные люди. Поэтому, чем быстрее вы это поймете, тем больше вы возложите ответственности на детей, хотя бы за себя, хотя бы за то, что они делают. Если вы уберете что-то лишнее, ненужное из того, что вы делаете сейчас, например, в бассейне, или пусть где-то сады туда ходят, то вам будет гораздо легче. И сказать, что это необходимо, на данный момент, ничего не сказать. Это действительно очень необходимо в данном случае для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!